С началом цветения тополей малышей из дома номер 185 по улице Декабристов родители стараются как можно реже выводить на улицу. Всему виной тополиный пух, который покрыл почти всю территорию двора. Белая вата кругом даже в песочнице. И если младший сын Элизы Олимпиевой не прочь поиграться в песочнице, то старше держится от нее подальше. Как говорит мама, у мальчика аллергия на тополиный пух. Больше дома стараемся сидеть. Потом с улицы заходим, лицо, руки мыть, почаще купаться. Все, к таблетке пьем от аллергии. Так спасаемся. Аллергию мальчика начинается еще по весне. Обостряется в июне, когда зацветает тополь. Пух как губка впитывает в себя пыльцу растений, которые и вызывают аллергию. Во время цветения тополя прибавляется работа и у пожарных. Детская забава с поджиганием пуха приводит к многочисленным появлениям огня на улице. Как говорит Полина Сычева, в ее годы именно пожарные были главными борцами с тополиным пухом. Я вот на кинопленке работала. Там вот такое производство, чтобы не было такого засорения. Его специально пожарники во время цветения, во время, когда он летает, из шлангов прям поливали, смачивали. И он ложился. По мнению пенсионерки, пуха во дворе было бы меньше, если бы дворники хорошо работали. Лучший вариант, на ее взгляд, спилить дерево, которое приносит столько неудобств. Тем более, что из десятка тополей во дворе пушистые сережки разбрасывает лишь одно. Для того, чтобы избавиться от цветущего тополя, жителям дома нужно написать заявление в управляющую компанию. Разрешение на санитарную рубку выдает комитет по благоустройству из полкома Казани. В любом случае, в этом дворе рабочий с пилами топорами появится лишь осенью. Елена Горбунчикова и Роман Фенин. Эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.